всем привет по ходу дела намечается много домашних влогов все вы знаете почему и польша не стала исключением сегодня абсолютно неожиданно для меня позвонил томик и сказал что в польше объявили карантин с завтрашнего дня и первое о чем я подумала это что мне нужно будет готовить завтрак обед и ужин и еще полдник детям и как назло открываю холодильник а там нет ничего молока яиц и ну какого-то свежего хлеба вне холодильника и я подумала хорошо я доработаю рабочий день и пойду магазин спокойно все приобрету и что самое интересное у меня не было внутренней какой-то тревоги но потом в инстаграме я поделилась с вами что у нас объявили карантин и девчонки начали мне писать что быстро беги закупайся продуктами не знаю не знаю с чего начать не знаю чего ждать и наверное просто поеду посмотрю какая обстановка в магазине постараюсь купить что-то чтобы мне накормить детей потому что это самое главное я таки заехала магазин и купила самые необходимые продукты причем если все будет окей я верю что именно так произойдет все равно это съедим израсходуем и картоха должна быть кстати еще один пакет я оставила в гараже там попрохладнее яблоки 4 штучки жидкое мыло у меня очень сохнут руки от всего яйца с яйцами всегда можно что-то придумать какие-то блинчики вафли что угодно котлетки хлеб вы знаете что если заморозить хлеб и потом его разморозить то вкус у него не особо изменится я это посмотрела у своей свекрови у свекра оказывается что они часто так делают потому что покупают любимый хлеб который не продается маленькими порциями поэтому жалко выбрасывать они хотят переключаться на другой так что я поделю его и тоже заморожен молоко долгого хранения для мюсли для блинчиков для кофе в конце концов огурец это просто так в ближайшее время съесть меня вечно заканчивается мука так что взяла две упаковки макароши вот такие тоненькие собираюсь приготовить куриный бульон или овощной а вот мой набор для супа причем сначала можно сварить куриный бульон завтра собираюсь купить свежее мясо здесь сельдерей лук-порей небольшой кусочек как это называется по-русски короче это типа как салат но на самом деле это разновидность капусты петрушка лук морковка и корень петрушки еще макароны другой формы детям им удобнее есть и макароны можно есть даже с творогом поляки так едят представляете то есть макароны масло творожок и например какие-то ягоды или фрукты еще мне нужны сосиски но их не оказалось вот вы скажете что я паникую но не знаю как то все начали паниковать особенно моя свекровь меня накрутила на всякий случай взяла консерву но вообще-то вот это одна из самых популярных причем ей очень много лет от вот этого производителя и там действительно мясо тома говорит что это настоящий хит за границей еле очень вкусная между прочим паштет даже несмотря на ситуацию томок все равно его любит так что он обрадуется рис я очень люблю просто рис с маслом также можно сделать рис с яблоком рис сосиской рис с мясом рис с овощами с кретками рис это класс 2 пачки масла вообще-то у нас всегда несколько пачек масла ну просто чтобы не бегать и несколько видов ветчины в польше тоже иногда замораживают ветчину поэтому я взяла чуть побольше и заморожу на всякий случай знаете я очень редко хожу за покупками после четырех часов дня потому что я отвожу детей обычно рано утром и сразу заезжаю все купить мне кажется что было абсолютно нормальное количество людей нашем местном магазине и я купила все помимо мяса все то что мне нужно я думаю даже на неделю спокойно и когда я спросила у продавца а будет и завтра мясо продается мне ответила у нас каждый день свежее мясо и посмотрела на меня как на сумасшедшую типа откуда у тебя вообще такие вопросы говорю ну завтрашнего дня же карантин она ну и что мы же работаем в обычном графике типа все нормально человек который больше всего нагнетал обстановку это моя свекровь спустя несколько дней я не выдержала и просто попросила ее остановиться я серьезно отношусь к этой ситуации но нельзя вот так вот морально психологически очень сильно давить на человека и на людей в целом и она прекратила это делать так что мне сейчас спокойнее ну что ж будем сидеть дома из серии чем занять детей чтобы все не сошли с ума поэтому мы будем строить нашу базу так что мы начинаем мама и что лапочки вверх пальчики вверх это молодое поколение блогера называют на дельмянского постели что мы не будем приятно лежать у меня будут двери наша база готова и над если у вас будут проблемы то нужно включать твой сигнал вот этот покажи его пожалуйста но вот там да если какая-то проблема то нужно включать бедный мишка захар он чё пострадавшие что ли мишка с пластырем покажи его пожалуйста на вот там пациенты собраны но доктор на месте все будет хорошо так прикольно вы придумали даже сигнал там повесили да у вас тут все мягенько я вижу мама перину положила прием-прием рации рации на месте мама где-то свою потеряла сейчас не потеряла мне вот тоже выдали для связи постоянной наблюдайте всех пациентов игнат он делает уколы потом проверить и маму откуда вы чё все пластыри что ли подоставали ну ладно главное чтобы у нас они были потом если вдруг что несу лекарства наш пункт лечебные держи пожалуйста пожалуйста а извините пожалуйста тем временем я сделала самую вкусную еду так котлы отзывные перерыв сейчас маме дает наступила тишина судя по всему игнат захаром поругались и разошлись по разным комнатам они могут как играться вместе точно так же и целый день могут ругаться что-то делить что-то там выяснять и и постоянно жалуются друг на друга а иногда бывает наоборот все по-мирному сегодня обычный день обычный бардак обычно и я то готовлю что-то то убираюсь то пытаюсь работать и жду когда приедет томок нужно проветрить голову как-то не знаю заниматься спортом или ну просто переключиться отвлечься это тоже нужно вообще такая повседневная рутина очень сильно затягивает потому что ты видишь что нужно сделать это и это и пятое и десятое мальчикам скучно вот реально и приходится каждый день придумывать им какие-то занятия чтобы они тоже ну куда-то девали свою энергию если этого не делать то они начинают разносить дом и сегодня утром и также вместе убирались так как игрушки атакуют все жилое пространство похлеще чего угодно вот прям невозможно было пройти в комнате у игната завтра у захарчика день рождения и мы заранее ничего не планировали грандиозного мы хотели отметить в семейном кругу то есть максимум там дядя бабушка и дедушка по той причине что мы подозревали что все таки когда-то наступит этот момент и нам придется оградиться от всех вот этих массовых мероприятий и возможно даже другие родители не пустили бы детей на день рождения и короче для того чтобы где-то отпраздновать в какой-то детской комнате или в какой-то типа как игровой нужно платить за дата приблизительно за полтора месяца таких популярных местах и мы перестали путешествовать где-то когда там была украине начале февраля потом мы приняли для себя решение что мы никуда не будем летать никуда не будем ездить и все вчетвером особенно с детьми мы старались не выходить в торговые центры я считаю что береженого бог бережет я вам скажу только то что у меня ребенок перенес операцию на сердце и какие-то даже пусть урви с осложнениями нам нужны чтобы это не было я просто берегу здоровье детей и все таки мы решили нашей семьей пересидеть вот это вот межсезонье скажем так потому что даже обычная простуда очень часто захарка цепляет у него часто насморк но слава богу полтора года мы обходились вообще без антибиотика без какого-то серьезного лечения то есть домашними способами выгребались из всяких там болячек поэтому я думаю что ничего страшного от того что мы посидим какое-то время на месте не произойдет и лишняя профилактика лишний раз помыть руки как-то продезинфицировать это никому не навредило вот и также это время чтобы побыть чуточку больше вместе чтобы никуда не торопиться чтобы никуда не спешить я даже вам скажу что я устала от такого графика когда каждый мой день напоминал предыдущий утром быстренько встать немного поработать потом быстро их собрать в детский сад за покупками после этого там четко по времени ты едешь за ними в детский сад футбол два раза в неделю потом лего еще куда-то и вечно ты куда-то спешишь а тут можно было даже расслабиться и я даже сплю дольше обычного так что это вынужденный для меня отпуск но я не жалуюсь у тома к немножко другая ситуация потому что он собирался работать удаленно но сегодня он проснулся и сказал что нет его вызывают на работу и он должен ехать не совсем понимаю такой карантин потому что как бы если сидим то сидим все вместе а так получается что один постоянно ходит где-то там встречается другими людьми и ну говорят что дети переносят заразу и что можно заразить кого-то кто в группе риска я считаю что также мой томок должен больше уберечься и ну не знаю как то так это все серединка на половинку скажем так делаем что можем и я надеюсь что все будет хорошо тем не менее мы отменили пока что детский праздник грандиозный также не приезжает бабушка и дедушка но я хотела бы чтобы у захара был настоящий праздничный торт пусть мы его даже не съедим но я хочу чтобы у ребенка было ощущение праздника я заранее заказала ему подарок он об этом не знает его спросила что он хотел так же мы обещали ему самокат и когда ситуация у стаканец мы поедем в магазин и он выберет такой самокат какой он хочет еще даже толком весна не началась и лето впереди всему свое время еще успеем накататься насладиться парками детскими площадками пока что вот так гуляем в нашем районе и по моим наблюдениям на улицах очень пусто вот так как-то без паники подошли к этому вопросу но очень серьезно я бы сказала бери кушай зайчик это я вам сделала сделала им шоколадный пудинг пришел захар я больше ничего не могу говорить но завтра захарки исполняется 7 лет моему старшему сыну исполняется 7 лет представляете привет кнопки сегодня у нас на обед уже был томатный суп я снимаю для вас отдельное видео чем я кормлю свою семью но здесь также поделюсь быстрым но здесь также поделюсь быстрым рецептиком нам понадобится около 800 грамм куриного филе кстати этот рецепт у меня из термомикса но нам понадобится только блендер на самом деле для того чтобы измельчить наши панировочные сухари я сегодня буду делать нам ужин наверное скорее всего типа как стрипсы из кфс но в духовке у меня есть один рецепт но это мне также очень понравился и готовится чуточку проще у меня пол пачки не сладких кукурузных хлопьев также 2-3 столовых ложки обычной муки сюда же добавляем чайную ложечку карри и пол чайной ложечки соли немного перемалываем но не до состояния муки то есть видите хлопья все-таки имеют консистенцию хлопьев нарезаем курицу небольшими кусочками до 4 сантиметров где-то то есть чтобы они не были слишком большими и поливаем все оливковым маслом также добавляем соль по вкусу где-то пол чайной ложечки и добавляем чайную ложечку сладкой паприки именно в порошке если любите остренькое то можно использовать еще чуть-чуть перца чили но так как дети я решила сделать вот одно такое универсальное честно говоря у меня закончилась карри поэтому сюда добавила паприку сюда совершенно другую приправу но я вам подала обычный такой классический рецепт который был там очень вкусно я не захотела этим магазин зачем-то отдельным стараемся пользоваться тем что уже есть я уверена что будет хорошо вкусно также я сделала два отдельных соуса здесь у меня намешано в равных пропорциях грамм 100 наверное кетчупа 100 грамм густого йогурта можно взять или сметану или майонез или поделить например 50 грамм майонеза 50 грамм сметаны столовую ложку соевого соуса приблизительно соль добавляем по вкусу и также паприка чили и все это перемешиваем получается довольно вкусненько и Тома даже спросил а этот соус с виски нет здесь нет виски это обычный чесночный тоже берем йогурт майонез в равных пропорциях или вместо йогурта сметанку чеснок выжимаем и соль перец все а здесь у меня еще и спаржа которую я отварю на пару как видите я уже подготовила противень для запекания теперь берем нашу курицу и начинаем обмакивать ее все нормально цепляется духовку я разогрела до 200 градусов поставила термообдул и буду запекать 15 минут все таки я обожаю свой термомикс сейчас жалею что я не купила его тогда когда детки были маленькими только посмотрите какая вкусная тень рис тоже готов вот и спаржа уже в этот раз я ее не разварила кто молодец я молодец садимся кушать у нас с игнашиком вечер если вы думаете что это за коробки в детской комнате не обращайте внимание это космический корабль мы сейчас будем искать человечков лего искать блин вы сейчас все поймете значит у Захарчика завтра день рождения я заказала такой торт в котором предполагаются человечки лего потому что Захара очень сильно любит и нам нужно в этом хаосе найти полицейских и злодеев мне кажется что я быстрее испекла бы сама торт чем найду здесь человечка эй кот вылезай приветики я целый вечер ждала чтобы Захар уснул и я смогла спокойно запаковать его в подарочек на завтра но для начала мне нужно его открыть помимо нужного как мы считаем подарка самоката мы купили еще и игрушку которую он очень хотел точнее это даже наборчик это лаборатория супер зинксов маленькие фигурки Захарка их собирает и здесь как он мне объяснял две супер редкие я уверена что он столько завтра обрадуется сейчас еще и запакую оставлю ему в зале это была единственная не праздничная не новогодняя упаковочная бумага не стала специально ехать в магазин за ней и еще нашла у себя такую золотую ленту запаковала все и оставляю на ступеньках Захар у нас просыпается еще до 7 часов утра спускается первый и сразу его встретит вот такой подарок он кстати довольно внушительных размеров доброе утро я столько всего переделала успела накраситься все никак не могу допить свое утреннее ведро кофе я люблю заварить побольше и потом до 12 потихоньку все это пить не могу себя приучить к черному кофе вот люблю я даже холодный кофе но именно с молоком Захар проснулся буквально с птицами нашел подарок сам тихонько все распаковал и до 8 часов дал нам поспать а потом прибежал говорит мама посмотри это то что я хотел теперь увлечен новыми игрушками Томг поехал за тортиком сейчас его также делает Алина и я не знаю как там они друг друга это все будут передавать я знаю что когда кто-то например сейчас заказывает еду в ресторане то или оставляют снаружи это все или даже например образуется очередь в кракове да ну люди держат дистанцию полтора метра друг от друга и также нет оплаты наличными а только карточками во многих местах так что Томов привезет сейчас торт и мне еще нужно добавить туда человечков лего с игнашиком подготовили подарок для Захара да вот видите полицейские внизу лесенку мы придумали чтобы Алина сделала убегает злодей супергероя поставили вот такой очень цветной торт специально для Захарчика потому что он любит всякие там конфетки эй Игнат это не конфета и фейерверки чтобы все цветное было для ребенка как раз то что надо Игнат ну Жойка надо дождаться именинника это факт только что получила сообщение от нескольких сетевых магазинов это как небольшие супермаркеты лидл кауфланд они прислали информацию о том что просят своих клиентов чтобы они не паниковали что всем хватит продукции и даже если временно не хватает там чего-то конкретного каких-то артикулов то они обещают что скоро это появится в наличии то есть они говорят что они работают день и ночь и просто не успевают это все добавлять на полки но они уже договорились со всеми производителями что все будет в порядке что все будет в наличии и тотальной голодовки не будет очень сильно на это надеемся что пусть даже через несколько недель ситуация устаканится и так же я разговаривала со своими подругами которые живут там где большое скопление людей то есть это какие-то высотки если в первый день в ближайшем магазине они не смогли чего-то купить то через несколько дней это уже появилось и все спокойно закупили сделали себе какие-то небольшие запасы на несколько дней на неделю чтобы слишком часто не ходить в магазин и еще из интересностей у нас тут несколько местных магазинов мы живем в частном секторе что сахарка радуется собрался спать говорит так вот в наших местных магазинах здесь полным-полно продукции не было такой ситуации чтобы не было макаронов там гречки чего-то такого но не знаю самого необходимого и еще в нашем маленьком магазине куда чаще всего люди приходили там за за молоком за алкоголем скажем там начали появляться те продукты которых ранее не было в продаже например голубика в марте живые цветы и товар столько на данный момент сегодня у нас 17 марта что там говорит прямо все в больших упаковках стоит даже не раскладывают это по полкам потому что люди приходят докупают то что им нужно ну вот так-то так ауууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Доброе утро! Очень позитивное наблюдение и очень позитивный настрой по отношению к этой ситуации, поэтому я, наверное, выскажу свою точку зрения по поводу того, что я наблюдаю в Польше и чего очень многие поляки в моем окружении не ожидали, что они себя поведут так, а не иначе. Во-первых, счастье и несчастье для нас с вами в том, что у нас есть опыт других стран и мы можем как-то немножко раньше среагировать и что-то предотвратить. Во-вторых, я не думала, что, вот знаете, объявят карантин, вообще я переживала очень много карантина в своей жизни, потому что я выросла в Украине и у нас это была нормальная ситуация, каждый год, 2-3 недели мы отсиживались дома, потому что были эпидемии гриппа. И я очень давно чего-то такого не наблюдала, именно карантина в своей взрослой жизни. И несмотря на то, что нет никакого денежного наказания не у больных людей, то есть нас попросили просто остаться дома, ну в таком принудительном порядке, скажем так, но если выйдешь, например, за какими-то нужными вещами в аптеку или просто прогуляться с ребенком, мы за это не получаем каких-то штрафов. И на удивление, очень многие реально сидят дома. Даже не только потому, что боятся болезни, а потому что они не хотят заражать остальных и хотят, чтобы это как можно скорее закончилось. Все осторожничают, но не наблюдается какая-то истерия, особенно спустя несколько дней. Все как-то свыклись с мыслью, что просто это нужно пережить, что-то нужно с этим сделать, но если мы все впадем в панику, то из этого ничего хорошего не получится. Также приятно видеть какую-то заботу не только о себе, но и о окружающих, я имею в виду, например, пожилых соседей. То есть я видела даже объявления, наши знакомые, например, живут в таких небольших, не то чтобы высотках, там пару этажей дома и, например, на одном этаже 4 квартиры. И прямо публикуют в социальных сетях, в фейсбуке, в инстаграме, что если вы пожилой человек или по каким-то обстоятельствам не можете выйти за покупками, позвоните в звонок или напишите мне смс по такому номеру, там, не знаю, загляните, оставьте записку в такой квартире, мы с удовольствием сделаем для вас покупку. По-моему, это все началось не в Польше, но классно то, что поляки поддержали инициативу. И то, что видела лично я, я не говорю, что везде так, но я со своей стороны не могу рассказать вам о каких-то ужастиках. Наоборот, я была просто удивлена тому, что, например, люди закупаются и берут одну-две пачки риса, две пачки макарон, не больше. Потому что, возможно, кто-то сидит дольше на работе или кто-то попал в пробку и не успевает сделать покупки. Вот как-то, не знаю, многие присылали реально фотографии, что полки пустые. Нужно всегда помнить о том, что, например, если это пять упаковок туалетной бумаги, это, ну, соответственные габариты. И пять человек подошло, допустим, взяло это себе в корзину, и уже полка пустая. То есть, это не значит, что все полностью исчезнет, дай бог, чтобы это не произошло. И, может, в таких небольших супермаркетах, где продукты подешевле, действительно, была больше ротация. Но вот честно говорю вам, что в нашем районе я не заметила никакой истерии по поводу продуктов. Не было ни одного дня, когда бы я что-то не могла купить из самого необходимого. Но вот я как-то, не знаю, подошла к этому так, что буду делать так, как говорят медики. Соблюдать все меры безопасности, гигиены и следить за своим здоровьем. Также как можно меньше где-то шататься. Вот. Также потом многие девочки писали из других городов Польши, что они видят то же самое, что не наши. Те, кто переехал сюда на ПМЖ или на работу, не выходят лишний раз. И также поляки сидят дома, что в магазинах гораздо меньше людей, что нет такого ажиотажа, как будто будет конец света. Я не хочу хайповать на этой теме, в смысле рассказывать вам, о, господи, как страшно там это все, что все ринулись в магазин. Я этого, во-первых, не видела. А во-вторых, я хочу, чтобы вы приходили сюда за позитивным настроем, за хорошим настроением, и чтобы вы почерпнули для себя какие-то идеи. Чтобы вы видели, что мы продолжаем жить дальше, мы отмечаем день рождения, мы ждем, когда это все закончится, но не пускаем все на самотек, а делаем тот минимум какой-то социальный, который мы можем сделать, но сохраняя при этом какой-то трезвый ум. Я надеюсь, что вам было со мной сегодня интересно. На этом мы будем прощаться, всех целую, обнимаю, не болейте, берегите себя, и увидимся в следующем влоге. Пока-пока.